То, что городу необходим ФОК, более чем очевидно. Существующей ледовой арены не хватает всем желающим для занятий. Например, хоккеисты высшей региональной лиги команды Саров Инвест в сезон тренируются ночами, другого времени просто нет. Недостаточно часов для массового катания, а еще в Сарове нет секций для фигуристов. Безусловно, современный физкультурно-оздоровительный комплекс снял бы эти вопросы. Вот только построить его пока не получается. Стоимость работы оценивается в 1 миллиард рублей. Средств городской казны и регионального бюджета будет недостаточно. Без помощи частного инвестора комплекс не возвести. Пока мы такого инвестора не нашли по состоянию сегодня. Ведутся переговоры. Мы уже провели с тремя организациями переговоры, получили отрицательный ответ. У Владимира Николаевича есть еще две организации, с которыми он сегодня ведет переговоры. Но пока результата у нас нет. Как долго будут продолжаться эти поиски и увенчаются ли они успехом, никто сказать не может. Но уже сегодня есть инвестор, готовый построить ледовую арену в старом районе города. Еще несколько месяцев назад в Думу и администрацию на рассмотрение поступил проект крупного многофункционального центра, скрытый ледовой ареной на 600 мест, соответствующий стандартам высшей хоккейной лиги. Это будет продолжение торгового центра «Атом». Возводить сооружение предлагается на условиях муниципально-частного партнерства. Инвестор вкладывает в спортивный объект более 500 миллионов рублей и предоставляет ледовую арену для нужд города. Муниципалитет, в свою очередь, выделяет под строительство земельные участки под зданием бывшего клуба «Горизонт» на улице Силкина. Мы предлагаем, понятно, МЧП, что такое, мы отдаем, нам на этом месте вырастает продолжение торгового центра с ледовой ареной, может быть, даже и фоккей не нужен будет. Вопрос детально прорабатывается на специально созданной рабочей группе. И пока по нему нет согласованной позиции, депутаты не утверждают условия приватизации муниципального имущества, расположенного по адресу Силкина, 25. Сегодня мы получили такое письмо от администрации, сегодня, да, сегодня получили такое письмо, что мы затягиваем проект решения, принятие проекта решения прогноза на план приватизации именно по Силкина, 25, и из-за этого Силкина, 25 не могут выставить на торги. И нас все время подталкивают к тому, чтобы мы исключили эту мысль, а вообще, что это история невозможна. Тем не менее, отказываться от возможности строительства торгового центра с большой крытой ледовой ареной депутаты не готовы. Они намерены продолжить работу в этом направлении. И по итогу заседания комитета решили направить в администрацию предложение с просьбой исключить здание посилки на 25 из прогнозного плана приватизации на текущий год.